напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать сегодня подтвердим или опровергнем некоторые фейки об ссср и так поехали в сети распространяют информацию о том что компания google якобы удаляет из поисковой выдачи положительные факты об ссср фейк это или нет а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео однако это вымышленная но широко растиражированная новость которую впервые опубликовали на сатирическом сайте панорама авторы панорамы предупреждали что все новости на сайте являются сатирой или вымыслом впрочем пользователи которые перепубликовывали эту новость в социальных сетях не указывали что это намеренно созданный фейк в сети распространяют информацию о достижениях ссср в социально-экономической сфере якобы ссср первым в мире создал восьмичасовой рабочий день это фейк или нет первой страной которая ввела восьмичасовой рабочий день была мексика она закрепила эту норму в конституции в феврале 1917 года тогда ссср даже еще не существовала рсфср ввела восьмичасовой рабочий день 29 октября 1917 года кодексы законов о труде рсфср 1918 года и 1922 года закрепили эту норму затем норма распространялась и на другие советские республики в сети распространяют информацию что в туркменистане после распада ссср еще 20 лет был коммунизм с бесплатным газом электроэнергией топливом это фейк или нет по имеющейся информации в туркменистане банки действительно предоставляли льготные ипотечные займы на приобретение жилья с годовой процентной ставкой один процент на срок до 30 лет включая отсрочку основного платежа на пять лет субсидии позволяли каждому гражданину ежемесячно бесплатно получать 35 киловатт часов электроэнергии 50 кубометров газа 250 литров воды в день а также 120 литров бесплатного бензина в месяц в сети распространяют информацию что якобы в латвии коммунизм признали психическим заболеванием постановление опубликовали служба национальной идентичности и министерство здравоохранения однако это вымышленная новость первоисточник новости сатирическое издание панорама министерство здравоохранения латвии не публиковала подобных заявлений а национальной службы идентичности в латвии не существует в сети интернета распространено фото с изобилием продуктов советских магазинах конца восьмидесятых годов это фейк или правда по сети сейчас гуляет фото якобы призванное доказать изобилие в советских гастрономах а вот что на самом деле изображено на фотоснимке до его корявой обработки в фотошопе это магазин в какой-то англоязычной стране что кстати видно не только по надписям но и потому как одета женщина и как ведут себя дети в ссср им тут же сделали бы замечание в сети распространяют информацию о том что в сша есть медаль за победу в холодной войне якобы ею был награжден михаил горбачев фейк это или нет во-первых фото михаила горбачева с медалью на фоне американского флага отредактированная во вторых горбачев не получал такую медаль в 2008 году джордж буш старший наградил михаила горбачева филадельфийской медалью свободы за выдающуюся роль в прекращении холодной войны впрочем это не медаль за победу в холодной войне в сети распространяют фото на котором изображены астронавты миссии аполлон-16 лунохода со снятыми шлемами фото сделано на луне это фейк или нет распространяемое фото было сделано 6 февраля 1972 года во время тренировки экипажа в космическом центре кеннеди два месяца спустя 21 апреля 1972 года астронавты приземлились на луну на данном фото командующий экипажа джон янг одет в шлем в сети есть информация о деле немецких врачей-убийц которые проводили эксперименты по вакцинации людей утверждают что их осудили в августе 1947 года за проведение экспериментов над людьми фейк это или нет дело врачей это правда и смертельный приговор на нюрнбергском процессе против обвиняемых был вынесен 20 августа 1947 года врачей осудили за 15 видов медицинских экспериментов в том числе за тестирование вакцины от опасных инфекционных заболеваний в 1941 1945 годах проводились исследования вакцин от тифа холеры оспы вакцину испытывали на пленных как потенциальное средство иммунизации немецкой армии в сети есть информация о советском пилоте иване леонове которого внесли в книгу рекордов гиннеса он был единственным пилотом второй мировой войны который летал с протезом вместо руки это фейк или нет однако это фейк в книге рекордов гиннеса нет ни одного упоминания об иване леонове также нет и титула рекордсмена летчика который был единственным в истории второй мировой войны с протезом вместо руки в сети есть плакат на котором пилоты немецких и советских воздушных сил приветствуют друг друга рукопожатием над небом лондона и совместно бомбардируют город фейк это или нет плакат где немецкая и советская авиация бомбардируют лондон отредактирован на оригинальном плакате изображена бомбардировки берлина советской и британской авиацией в самом низу плаката указан год издательство плаката 1941 год и его авторы художники кукры никсы текст самуила маршака пользователи фейсбук распространяют информацию якобы финляндия перешла на лучшую систему образования в мире советскую фейк это или правда это фейк на самом деле в финляндии не водили систему образования ссср обязательное образование в финляндии состоит из двух этапов с 1 до 6 класса из 7 до 9 класса обучение на втором этапе становится более специализированным с 1 по 3 класс оценки вообще не ставят потом до 7 класса учителя указывают только словесную оценку например удовлетворительно хорошо или отлично в сети распространяют информацию что латвия признала бывших пионеров жертвами насилия над личностью и предоставила им надбавку к пенсии 220 евро фейк это или нет это фейк латвийский 7 не принимал законодательных актов о надбавках бывшим пионерам эту новость придумал сатирический сайт панорама еще в феврале 2020 года в сети есть информация о том что героический поступок советского танкиста зиновия колобанова во время битвы в 1941 году записали в книгу рекордов гиннеса фейк это или нет а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео 20 августа 1941 года во время оборонительной операции экипаж танка к в 1 зиновия колобанова в одном бою подбил из засады 22 танка противника колобанов за этот бой получил орден красного знамени но в книге рекордов гиннеса нет ни одного упоминания о колобанове и танковом сражении в августе 1941 года в сети распространяют видео как коммунальная техника ссср поливала улицы с химреагентами и травила людей это правда или фейк это фейковое заявление на фото изображена коммунальная техника которую использовали в ссср для полива улиц в жару чтобы асфальт не перегревался и не деформировался а также для мытья улиц и тротуаров полива зеленых насаждений и даже тушение пожаров в сети есть информация что международный военный трибунал признал присвоение людям номеров преступлением против человечества ссылаясь на сборник материалов нюрнбергского процесса изданный в 1954 году это фейк или правда в сборнике материалов нюрнбергского процесса нет такой информации к тому же цифровая идентификация не имеет ничего общего с клеймением людей которые использовали нацисты поскольку клеймение является одним из видов телесного наказания она запрещено согласно статье 5 прав человека в сети распространяют изображение со строками стиха об ссср и утверждают что их автором является сергей есенин кто б знал как сильно мы устали от мерзких душ гнилых людей как жить невыносимо стало среди этих тварей и бледей однако нет никаких доказательств что эти строки принадлежат сергею есенину государственный музей есенина не подтвердил что это стихотворение принадлежит есенину на сайте стихи указано что стихотворение принадлежит алёне герлянской дата его написания 2014 год на сайте нп автором стиха является ольга синюк указанная дата публикации 2015 год впрочем никаких надежных источников авторства стиха нет все мы отлично знаем картину репина бурлаки на волге написанную в 19 веке но в сети появились вот эти снимки бурлаков которые были сделаны при сталине в 30-х годах и люди на них тащат против течения советские баржи фэйк это или правда настоящих снимков с бурлаками царской эпохи совсем немного и найти их в сети непросто а вот сделанных в ссср полно но все они подписаны дореволюционными датами на самом деле снимок пробуждающий в людях ненависть к эксплуататорам сделан в 1930-х годах советским фотографом лепёхиным этот мастер документального фото сделал большинство работ на которых запечатлены трудовые будни бурлаков на снимке изможденные неопрятно одетые женщины тянут баржу по реке сура в интернете есть много информации что космический полет юрия гагарина был инсценировкой для пропаганды превосходства социалистического пути развития и поэтому полет был окружен такой сверхсекретностью это фейк или нет американцы стараясь перехватить первенство в космосе утверждают что не сохранилось никакой киноленты подтверждающий посадку гагарина в ракету ее запуск нет ни одной фотографии которую бы сделал гагарин из космоса но все же 12 апреля 1961 года гагарин совершил первый в мире космический полет под наблюдением советских инженеров и политиков американцы также перехватили телеметрию с востока 1 по которой они увидели как длился полет 108 минут в сети есть информация что ссср в 1970-х годах хотел передать японии для урегулирования территориального спора часть курильских островов это фейк или это фейк самый разгар холодной войны речи никакой не было о передаче островов и никаких переговоров не шло япония часто пытается привлечь внимание к теме принадлежности курил в том числе и с помощью различных инфоповодов по итогам второй мировой войны ссср и япония так и не заключили мирный договор из-за притязаний токио на северной территории хотя по итогам войны они перешли ссср а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа фейк ли что в 21 веке в поездах используют самовары с дровяным подогревом воды как в ссср а а а а Напишите в комментариях ваш вариант ответа, фейк ли, что в современных поездах такие самовары на дровах.